Край вообще, край низости. Долго вспоминал все свои косяки, я тоже не святой. А мне было настолько похуй, я удивился. Как мне насрать вообще? Я просто не берегу своё имя. После баттла мы общаться больше не будем никогда. Я чуть Лёшу не ударил. Это было прикольно, мне понравилось. Расскажи мне о своих чувствах до баттла. Как это было? Было переживание. Я очень боялся, что Лёша какую-нибудь гадость ко мне привяжет. Меня парило именно на тот момент, что я не мог предположить даже, что Лёша про меня скажет. Я долго вспоминал все свои косяки, я тоже не святой. Я думал, что это баттл по фактам. А это оказался просто баттл по фактам. Расскажи вообще о своих впечатлениях о Versus. Так ты себе это представлял или нет? Что понравилось, что нет? Ну, я боюсь говорить, что если я начну говорить, что мне не понравилось, начнут говорить, что я пытаюсь кого-то обвинить в том, чтобы он окончился 3-0. Я не буду никого не... Пусть кто будет смотреть баттл, пусть для себя сам решает. Ну, ты вышел в круг. Ты так себе это представлял? Я думал, что мне будет страшно. Не было? Было настолько похуй. Я удивился. Мне было так похуй стало. Прям вообще. Я встал, на все это посмотрел. Прижнулся к друзьям, улыбнулся тоже. И думаю, я еще так спать хотел. И стою и думаю, единственное, что меня переживал, чтобы текст не забыть. Я очень надеюсь. Как-то для меня он пролетел баттл, так и миг. Потому что я всю дорогу думаю, не забыть бы текст. Но ничего не забыл? И очень боялся, что произойдет что-нибудь такое сверхъестественное. Нет, я ничего не забыл. Как ни странно, да? Сказал, сказал. Да, давно уже всем объяснял, что когда я хочу, я учу, но память у меня плохая. Иногда вылетает. Слушай, до баттла, буквально прям в первые минуты, начали сливать информацию. То есть она вообще не удержалась. Причем были какие-то левые вбросы о том, что Slim подсказывал текст Гуфу. Хотя он был в другом конце. Но он подсказывал. Вот эта ерунда про то, что Гнойного выгнали. Гнойного не было, Slim подсказывал. Слушай, а... Леша забыл текст и хотел прочитать с телефона. Он говорит, можно я с телефона прочитаю? Как ты отнесся к тому, что информацию слили прямо сразу? Да мне насрать вообще. Если честно, не богу. Все просто думают, что какое-то здесь что-то произошло. БАМ! В моей жизни что-то сверхъестественное произошло. Нет. Это для меня фан. Это, знаете, из рода того, как я сходил на детскую передачу Доброе утро, малыши. Я пошел посмотреть. Мне стало интересно посмотреть на этих вот зверушек, которые... Потому что я в детстве смотрел спокойно очень малыши. И у меня, к сожалению, не было такой возможности прийти посмотреть на это все вот воочию. Увидеть этих существ. Ну вот этих вот игрушек. Эти. Для меня это очень много значило. Потому что это был привязка к моему детству и так далее. Никто не понял, зачем я туда пошел. Я пошел ради вот этих вот игрушечек просто посмотреть. И, конечно же, все начали кричать, что я уже по детским передачам хожу. Ну, каждый думает, ну, предполагает о действиях другого человека на своем личном, как бы, я. И вот это личное я, я так понял, большая часть людей, если они что-то делают, они делают это ради пиара, ради... Никто не понимает, что, в принципе, мне пиариться не надо. И Баттл это очередной раз показал. Ну, не было бы такого хайпа, не было бы такого вот сотрясания, не было бы таких гонораров, таких и всего-всего-всего этого, если бы кто-то из нас, я или Леша, вообще ничего из себя не представляли. Мы даже если рэп читать не будем, и мы все равно будем представлять из себя уже, то есть мы на том этапе, я и Леша, когда ты можешь годами ничего не выпускать, все равно видишь концерты и все равно участвуешь в каких-то там зарабатываниях на рекламе, на чем-то еще денег, люди приходят, предлагают, то есть есть имя уже. Поэтому сказать, что я там, ну, я просто не берегу свое имя, я отношусь к нему так же легко, как я его, как сказать, не добыл, а я вот на таком желании сделать это, желание сделать то, я всю жизнь живу, и все, что у меня есть, это благодаря тому, что я не отказываю себе во многом, то есть я хочу и делаю, и мне профи, говорю, что скажут люди, есть окружение моё близких людей, они меня осадят, я куда-то совсем не туда пойду. А всякие мелочи, ну, все угораются, это фигня, говорят, дедушка старенький, ты чего куда пошел? Я хочу посмотреть, ну, и так же с баттлом это то же самое. Я хотел посмотреть, я хотел на самом деле, во-первых, я хотел услышать от Леши претензии, я ожидал их, но, если, как бы, я ожидал, что он мне выскажет что-то и вообще скажет, почему он так ко мне, меня мудаком за спиной называет, что я такого плохого сделал, а он не сказал. Конфликт исчерпан, можно сказать, что все, вот в ваших взаимоотношениях жирная точка? Я не знаю, это сто процентов, наша жирная точка еще была поставлена до баттла. Были какие-то во время баттла списоны, ну, такие были, дежурные списоны, типа пробивон, что-то, я не знаю, как это назвать. Вот я предлагал Лешу встретиться, сказал, чебак, давай встретимся с тобой, бухнем, потому что после баттла мы общаться больше не будем никогда. Это понимал я, понимал он, прекрасно, но он такой сначала, да-да-да, а потом он улетел отдыхать, ну, и уже потом было не до этого, вот, но, в любом случае, это было прикольно, мне понравилось, это такой хороший прикол, ну, то есть, не знаю, как это описать эмоции, то есть, я получил, это как прыгнуть с горы. Можно сказать, что на баттле были предпосылки в драке? То есть, был настолько накал? Был момент, я чуть Лешу не ударил. То есть, ты прям почувствовал себя? Вот он, да, он когда оскорбил Лану, я чуть ему не втащил. У меня парня, типа, тормози, тормози, я понял, что сейчас это будет, я опять буду выглядеть как быдло, знаешь, какое-то, и будут опять говорить, что я какой плохой, я тут опять не исполнял, это меня остановило. Ну, это да, тебе бы боком и вышло. Да, я это тормозил, но я добился того, что Леша сделал публичные извинения, не разговаривал даже с ним. Ситуация с тортом, поступок жены с Леной. Не хочу обсуждать жены рэперов, мне надоели жены рэперов, честно. Все сами все видели, каждый сделал для себя вывод. Вадик сказал, что она не говорила ни про меня, но я с ним сразу ему позвонил, говорю, ты что, он это не про тебя. Ну, мужчина сказал, ну, за женщину, мужчина сказал все, о чем мне. Звонить в лес Леной, выяснять отношения, что ли, я мужчину буду звонить женщине и ругаться с ней, но это смешно. Мне кажется, это край вообще, край нилости вообще, ну такое, ну как ты, я фиг знаю, это мужчина, женщина есть мужчина. Так, ладно, дальше пойдет часть уже, которую мы выпустим после баттлов. Давай успех тебе. Спасибо большое. Это был канал Баттлмер, специальное интервью от Тахи. Подписывайтесь, ставьте лайки. Да, подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания.